Иван, мы сейчас наблюдаем консолидацию рынка во всех возможных проявлениях очередную. Что ожидать всем нам на рынке от этого? Смотрите, консолидацию мы наблюдаем не только сейчас, но мы ее наблюдали последние годы. Фаза консолидации характерна для периода как минимум с 2015 года, когда был предпоследний кризис. И мы видели, как сначала благодаря финансовому превосходству крупных компаний началась консолидация скупка менее успешных, менее защищенных с точки зрения финансовых ресурсов компаний. Потом чуть позже началась консолидация на фоне технологического превосходства. Мы видим, что современный ритейл становится все более и более цифровизованным, все более и более технологичным. И уже порог вхождения велик. И те компании, которые работают на рынке, должны отвечать всем соответствующим сегодняшним вызовам. Ну а сейчас на фоне развития уже такого активного омниканального направления развития, на фоне развития системы marketplace и уже таких зачатков развития экосистем, порог для технологичности компании повышается уже, ну просто до какого-то максимального градуса. И процесс консолидации заканчивается таким вполне закономерным результатом. Это уходом с рынка, не только, как это было в прошлом, локальных каких-то, ну скажем так, не вполне может быть успешно развитых игроков, но и уход с рынка вполне сильных середнячков сетей такого второго и, можно сказать, первого эшелона. Ну, в частности, это те события, которые мы уже как бы встретили в мае этого года, когда компания Magnit купила третью по величине торговую сеть Dixie, да, ну, по крайней мере, часть объединенного бизнеса Dixie и красного-белого, да. А торговая сеть Lenta приобрела сеть Bill. Это, ну, явно компании, которые сложно отнести к, скажем так, отстающим, да, это просто компании сильные, крепкие, но, к сожалению, все-таки не выдерживающие те требования того темпа развития, который необходим сегодня в современном ритейле. Вот, получается, купив Dixie, можно как-то поговорить о том, а Magnit, что приобретает для себя в этом случае? То есть, он укрепляет свои позиции в регионах, где его раньше, получается, не было, правильно я понимаю? Да, на самом деле и у той, и у другой сделки очень хорошая синергия, мы их оцениваем весьма положительно для приобретающих компаний, да, тех компаний, которые покупают активы. Для Magnit это выход в те регионы, где он стал развиваться значительно позже своих конкурентов. Magnit исторически шел с юга, сторонился немножко такой лобовой конкуренцией, поэтому достаточно поздно зашел как в столицу, так и в Санкт-Петербург, где уже была сформирована достаточно конкурентная среда, причем современного FMCG ритейла. И сейчас, как бы понятно, что уже в текущей ситуации органический рост в этих регионах был бы, ну, растянут на десятилетия, да. Благодаря этой сделке они получают фактически, ну, если не контроль, то, по крайней мере, там первые позиции или лидирующие позиции в таких регионах, как Московский регион, Санкт-Петербургский регион и ряда других регионов. Поэтому эффект, конечно, от этой сделки для Magnit с точки зрения синергии будет очень неплохой. Что касается торговой сети Лента, в начале года они объявили свою новую стратегию, они приняли решение, ну, не развивать активно формат гипермаркетов, а это до недавних пор основной формат компании. И только недавно Лента стала экспериментировать с форматом супермаркет и совсем недавно с форматом магазинов у дома Лента Мини. Вот. И, конечно, для того, чтобы опять-таки активно развиваться в этих новых для себя форматах, им необходимо занимать территорию. И в этом случае территория Билла, связанная там с московским регионом, где особенно востребован формат супермаркетов, ну, конечно, весьма привлекателен для торговой сети Лента. И та, и другая компания упросят свои позиции на рынке благодаря этим сделкам, достаточно эффективно вольют выручку от приобретаемых активов свою уже, как бы, компанию. Но при этом какого-то радикального пока изменения мест мы не наблюдаем. Торговая сеть Магнит действительно станет номер один по количеству магазинов FMCG. До недавнего времени это была компания Expert Retail Group. Но все-таки ни по торговой площади, ни по выручке Магнит не сможет обогнать Expert Retail Group. Поэтому пока борьба продолжается, конкуренция сохраняется и интрига также, как бы, еще пока висит над тем, кто будет лидером нашей отрасли. Ну, вот на этом фоне особенно приятно, как, ну, как мне кажется, получают новость о том, что все-таки региональные игроки продолжают как-то бороться вот с этими двумя такими столпами нашего ритейла. Восточный союз также появился у нас в мае. Вот насколько, по-вашему, это удачный вариант объединения? Я бы сказал так, это необходимый вариант развития региональной розницы. Мы видим зарубежный опыт и фактически нигде не удавалось противостоять активному развитию крупных федеральных игроков. Ну, если мы говорим о масштабах той или иной страны, мелкой рознице без кооперации невозможно обойтись. Это ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки не происходило. В большинстве своем региональная розница объединяется вокруг либо торгово-закупочного союза, такие торгово-закупочные союзы есть в Германии, в США, там, в других странах, либо они объединяются, ну, путем там, кооперации в создании какого-то актива уже более крупного, который будет по размерам соизмерим с крупным федеральным ритейлом, но так или иначе без кооперации, без объединения, ну, фактически эти компании в какой-то степени обречены. Поэтому это вполне закономерное решение, оно ожидаемое решение и в какой-то степени я призываю поторопиться с такими решениями, потому что иначе вот тот исторический шанс, который пока еще остается в региональной рознице, сохранить свои позиции, показать какую-то альтернативную бизнес-модель, отличную от тех бизнес-моделей, которые реализуют крупные федеральные ритейлеры. Ну, вот сейчас, можно сказать, этот исторический шанс еще есть, возможно, через пару лет его уже не будет. Если говорить про итоги прошлого года, вы, я знаю, что здесь в рамках недели ритейла много об этом рассказываете, готовитесь рассказывать. Как изменились тренды потребления уже после того, как вот эта вся волна, скажем так, схлынула? Что сейчас происходит? Да, вы знаете, на самом деле, действительно, очень интересное здесь наблюдение мы регистрируем. С одной стороны, к началу пандемии, назовем это так, к началу 2020 года мы подошли далеко не в лучшей форме. Напомню, что предыдущий кризис, предпоследний кризис, который мы отчитывали с 2015 года, отнял где-то около 11% реальных доходов населения. И к началу 2020 года мы далеко еще не компенсировали это падение доходов населения. В 2020 году закономерная ситуация ухудшилась, люди, кто-то потерял работу, кто-то остался без бизнеса. И совокупное снижение реальных доходов населения по итогам 2020 года еще на 3% произошло. То есть, фактически, мы датируем 2014 год лучшим для нашей отрасли годом, когда реальные доходы населения относительно были максимальные. С тех пор мы имеем такое непосредственное снижение. И 2020 год, еще раз повторюсь, это снижение только усугубляется. Это, на самом деле, очень тревожно, потому что это приводит к расслоению населения по уровню дохода, к поляризации потребителей. Мы видим сейчас активный рост формата дискаунтера, причем настолько динамичный рост, что торговая сеть Светофор умудрилась занять второе место по темпам роста в России в 2020 году, пропустив на первое место только X5 Retail Group, но при этом обогнав магнит по количеству торговых площадей, открытых в прошлом году. То есть, очевидно, что формат дискаунтера востребован, и люди вынуждены туда идти. И, видя это, многие федеральные ритейлеры в 2020 году, как раз в второй половине 2020 года, уже обозначили свои позиции в этом формате. Открыты Чижик у X5 Retail Group, моя цена у магнита, 365 у ленты. И мы видим, что этот процесс будет продолжаться. То есть, конечно, компании не готовы, не хотят упускать эту долю рынка, этот канал продаж. И формат дискаунтера сейчас в ближайшее время в России будет активно развиваться. Более того, очень интересная новость, что лидер этого формата, компания Lidl, как раз в начале 2021 года уже зарегистрировала торговую марку в России, но так намекнув на некий возможный план освоения в России своей сетью территорий. Но они, кажется, не первый раз уже намекают, они планировали до этого. Ну, посмотрим, посмотрим, да. Конечно, многие ритейлеры международные и пытались заходить на российский рынок, и у кого-то это получалось, у кого-то не очень. Но, учитывая текущую конъюнктуру, учитывая те компетенции, которые есть у компании Lidl, я не исключаю, что их заход в Россию был бы весьма успешен. Потому что, по факту, на сегодня таких жестких дискаунтеров в России нет. Те, ну, условно говоря, не очень чистые магазины, находящиеся в не лучших местах, с точки зрения торговли, далеко неправильно называть дискаунтерами. Это просто грязные магазины в неудобных местах. Дискаунтер, в первую очередь, это магазин, где большая доля собственных торговых марок. Именно собственная торговая марка позволяет существенным образом контролировать цену конечной продукции, конкурировать с национальными брендами, конкурировать с другими сетями. По принципу совершенно другой бизнес-модели, когда ты контролируешь всю цепочку от производства до реализации, и можешь, ну, соответственно, контролируя эту схему, выставлять те цены, которые тебя устраивают, не озираясь, не оборачиваясь, не обращая внимания на то, по какой цене торгуют конкуренты. Вот это то, что делает Lidl, и то, где у них великолепная компетенция, у них объемы заказов и производства, и поставки, и реализации продукции очень велики. Если они захотят это повторить в России, у нас есть все шансы получить такого достаточно сильного конкурента. Предполагается, что они будут здесь искать себе локальных поставщиков, с учетом наших всех ограничений? Ну, в большинстве своем, как бы, можно совмещать, как бы, и здесь, и, соответственно, и локально производить, и привозить какую-то часть продукции. Да, конечно, сейчас есть определенные ограничения по импорту продукции из Европы, но, во-первых, в Lidl везут далеко не из Европы, там много производится в азиатском регионе, а здесь у нас как раз ограничений никаких нет. Ну, если мы проведем параллели с примером, там, допустим, Leroy Merlin, торговой сети, которая, по факту, со своей, как бы, концепцией низкие цены каждый день, фактически такой же, как бы, дискаунтер попыталась реализовать в сегменте DIY. И сделала она это весьма успешно. Сегодня больше ста гипермаркетов по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, такой географии покрытия нету даже у крупных FMCG ритейлеров, а у Leroy Merlin уже есть. И именно как раз ставка на низкие цены, именно как раз ставка на собственные торговые марки и на те компетенции, которые они привнесли со своего домашнего региона на российский рынок, позволило им так успешно сыграть и за очень короткий промежуток времени. Они одни из последних, кстати, пришли на рынок из международных операторов. Возглавить этот рынок и, честно, сейчас оторваться. Leroy Merlin входит в топ-10 российского ритейла нашего рейтинга. Это единственный представитель DIY-сегмента в этой десятке. Вот, поэтому, ну, еще раз, да, возвращаясь к потребительским трендам, с одной стороны мы видим вот этот вот устойчивый спрос на доступные товары. Большое количество людей, которые сейчас вынуждены экономить и ищут предложения. Соответственно, как бы здесь у многих производителей и ритейлеров есть шанс, как бы это предложение дать. Но, с другой стороны, мы видим и вполне устойчивую аудиторию достаточно обеспеченных людей, которые чувствуют себя в целом комфортно. У нас 300 тысяч долларовых миллионеров, у нас 11 миллионов частных счетов открыты на валютной бирже. Это те люди, которые торгуют акциями, облигациями. Ну, то уж точно, мне их сложно отнести, как бы, к бедным людям. И эта аудитория тоже, как бы, испытывает подребности. Они тоже хотят покупать товары, как бы, да, первые необходимости, продукты питания. И ни в коем случае, конечно, я не призываю сейчас все бросить, как бы, да, и заниматься развитием только дискаунтеров. Нет, конечно, и другие форматы можно и нужно развивать. Вопрос только в том, что вот эта поляризация, она приводит к тому, что размывается, к сожалению, средний класс. Вот эта попытка сесть между стульев, да, может привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому очень важно понимать свою целевую аудиторию, очень важно ее правильно таргетировать, понимать, что география у нас в стране очень широка, и поэтому в разных регионах люди себя чувствуют совершенно по-разному. И вот именно выстраивая, там, балансируя, как бы, вот этими моделями, можно найти оптимальное решение для успешного развития и расширения бизнеса. Вот вы уже упомянули Леруа Мерлина, я так плавно хочу перейти к вопросу сегментов торговли. За прошлый год у кого какие успехи, кто потерял, кто приумножил? Ой, прошлый год, конечно, был очень неравномерный, но, очевидно, он был аномальный. Мы получили худший за всю современную историю развитие нашего потребительского рынка результат в апреле и в мае, когда в период локдауна физически были закрыты магазины, и торговать было просто запрещено. И в этот момент, в отдельной неделе, объем продаж одежды, парфюмерии, косметики падали на 60, на 80 даже процентов. Это была, конечно, можно сказать, катастрофа для многих компаний. Никто этого не мог предугадать, никто это не мог заложить в самые свои даже рисковые модели, самые какие-то страшные. После этого рынок стал восстанавливаться, и уже к лету мы видели результаты по объему продаж близкие к докризисному. Но стоит отметить, что какого-то отложенного спроса мы не увидели, то есть в целом продажи были примерно на том же уровне. При этом уже начиная с конца года, где-то с границы третьего, четвертого квартала, мы стали получать опять тревожные сигналы, связанные с тем, что объемы продаж стали снижаться. Уже даже снижаться относительно, ну, казалось бы, мы выходим из кризиса, уже закончился локдаун, и мы возвращаемся к обычной жизни. А у нас объем продаж, допустим, продуктов питания в первом квартале 2021 года хуже, чем в четвертом квартале 2020 года. То есть идет снижение, и это, если сравнивать с аналогичными периодами прошлого года. То есть, опять-таки, здесь фактор макроэкономический, фактор снижения реальных доходов населения очень сильно влияет, и влияет, конечно, определенная усталость населения в текущей ситуации. Но если это общая такая средняя температура по больнице, то в отдельных сегментах ситуация была абсолютно разная. Начиная от вот той самой катастрофы в одежде и парфюмерии и косметике, где резкое снижение объемов продаж, и в целом рынок, эти сегменты закончили год таким двузначным падением. Там почти на 16 с лишним процентов снизился объем продажи одежды, обуви, аксессуаров в нашей стране, и где-то там под 10 процентов снижения в сегменте парфюмерии и косметики. То в других сегментах, допустим, бытовая техника и электроника, феноменальный рост продаж. Сначала это было связано с переходом на удаленку и необходимостью покупки компьютерной техники себе, детям. Все как бы вынуждены были себя обеспечить, и уже один компьютер в семье был недостаточен для того, чтобы все функционировали. Но чуть позже, когда люди, продолжая оставаться дома, поняли, что надо обустраивать пространство, оказалось, что необходимо поменять стиральную машину, холодильник не вмещает необходимого объема продуктов, телевизор лучше бы побольше, потому что, соответственно, мы гораздо больше стали его смотреть. И это спровоцировало вторую волну спроса на электронику, на бытовую технику, и весь год в целом закончился очень позитивно. Там двузначный как раз темпы роста в сегменте бытовой техники и электроники. Более ровная картина была продемонстрирована, допустим, в сегменте DIY, товаров для дома, мебели. В целом этот сегмент чувствовал себя вполне комфортно, достаточно быстро компенсировал провал апреля-мая прошлого года, и еще и программа поддержки ипотечного кредитования, спровоцировавшая рост спроса на недвижимость. Она, конечно, привела к тому, что объем продаж стройматериалов, товаров для ремонта увеличился, и многие люди, многие потребители признавались в прошлом, что в прошлом году и в этом году эта ситуация повторяется, что вынужденный отказ от туристических поездок привел к направлению этих средств на проведение какого-то локального ремонта либо в квартире в городе, либо на приведение в порядок своего загородного участка, дачи, так называемые, для того, чтобы там больше проводить время. И этот тренд, ну, на самом деле, он не меняется сейчас, в 2021 году. Это не связано с тем, что продолжают действовать какие-то ограничения туристические. Просто действительно произошел такой тектонический сдвиг. Мы видим, что очень интересно изменение отношения молодой аудитории к ремонту, к квартирам, к загородной недвижимости. Они вошли во вкус, да. То есть, если раньше мы видели, что молодая часть населения нашей страны, они как бы старались не владеть этим, можно было жить в съемной квартире, можно пользоваться съемным автомобилем и так далее. То есть, ну, такое, как бы, более легкое отношение к жизни, это характерно нашим замечательным миллениалам. Но сейчас мы видим, что именно эти миллениалы, которые в прошлом вот так легко относились к жизни, сейчас выстроились в очереди для того, чтобы купить квартиры, скупают загородные участки для того, чтобы построить там дом и совершенно по-другому стали относиться к жизни. Это поддерживает спрос на строительные материалы, и мы предполагаем, что этот спрос будет поддержан в будущем. Поэтому действительно, вот формируя исследования рынка, формируя наш рейтинг, мы видим, как неравномерно распределяются денежные потоки. И есть отрасли, которые, к сожалению, достаточно глубоко и серьезно пострадали в период локдауна, а есть отрасли, которые, ну, будем говорить прямо, выиграли от текущей ситуации. Я так понимаю, что более подробными результатами поделитесь уже 1-2 июня в рамках своих сессий. Абсолютно верно. Мы представим рейтинг топ-100 российских ритейлеров. Он представляет прекрасный срез всех бизнес-моделей, которые активно развиваются на российском рынке. И по динамике мест компаний мы видим, какие бизнес-модели более успешно развиваются в нашей стране, а какие бизнес-модели, соответственно, проигрывают и постепенно уходят с рынка. И это абсолютно непредвзятое, это абсолютно объективная картина. Она нами представлена. Мы более 10 лет делаем этот рейтинг и тем самым следим за развитием отрасли. Это очень интересно. Мы тоже будем следить. Спасибо, что вы к нам пришли, нашли время. Спасибо. Надеюсь, помог.